И начинает критиковать, он говорит, вы что творите, этим негде сесть, а вы посадили этих пленных, вы что не знаете, как они относятся к нам, к нашим пленным, вы что не знаете, как они их убивают, мучают, туда-сюда, как это сказал. И вот ему ответил один из, видимо, старший, кто там был, он ему ответил, так мы поэтому с ними и воюем, чтобы не быть на них похожими. Молодой парень что-то там кого-то побил, и Кадыров ему дает, значит, Мерседес, дает ему квартиру. И вот этот вот молодой там растущий, ну, маленький ребенок, для него это успех, которого достиг этот спортсмен. Ассаламу алейкум, Тумсо, почему ты считаешь Азербайджан шиитским, в то время как очевиден подъем сунитского даавата в стране, одновременно власть не проявляет явного склона в сторону шиизма и Ирана? Ассаламу алейкум, ассаламу алейкум, ассаламу алейкум, я очень рад, если там реально идет подъем сунитского даавата, но я не согласен, честно говоря, с этой оценкой, потому что у меня другая информация. Но, тем не менее, даже если есть подъем даавата, даже если это как бы не пресекается, это не делает саму страну сунитской. Вы это понимаете, в Украине, допустим, нет никаких запретов на даават ислама, но это ведь не делает Украину исламской страной. Понимаете, там тоже растет даават, там увеличивается количество мусульман, но Украина не становится мусульманским государством от этого. Поэтому то же самое действует и в отношении Азербайджана. Просто это очевидные вещи, мне очень странно, когда со мной на эту тему спорят. Ассаламу алейкум, ассаламу алейкум, как ты думаешь, будет ли Ауховский район, чеченцы-дагестанские в составе? Захотят ли чеченцы Дагестана быть в составе свободной Ишкерии? Алейкум ассаламу алейкум, ассаламу алейкум, я думаю, вопрос вообще в этом не стоит. Для ауховских чеченцев, для них важен даже не столько вопрос независимости и так далее. У них там своя, понимаете, обида. Для них важно вообще, в принципе, восстановление своего района. Для нас, для всех это важно, не только для них, для всех чеченцев это важно, чтобы сам район был, во-первых, восстановлен, как Ауховский. И сам этот район административно-территориально должен принадлежать Чечении. Неважно в каком составе, независимом там, зависимом в любом составе, но это чеченская территория. И вот это вот, пока эта справедливость не будет восстановлена, чеченцы Ауха, они, конечно, не будут довольны. И не только чеченцы Ауха, а все чеченцы не будут этим довольны. А для чеченцев сейчас, даже если бы им сказали, что восстановят их район и присоединят их к сегодняшней Чечне во главе с Кадыровым, даже это для них была бы хорошей новостью, потому что сама вот эта историческая несправедливость, которая касается именно уничтожения района, отдачи их домов другим людям и выдачи обратно, это очень сильно гнобит людей. И поэтому для них в этом контексте, они даже сейчас не думают про то, что оказавшись в составе Чечни, руководителя Кадырова, что будут репрессии, все вот эти, которые происходят в республике, это на них тоже, они даже об этом сейчас и не думают. Для них это следующий этап. Почему в основном чеченцы занимаются рэкетом, либо же в ММА пытаются попасть где наука, где успехи в развитии? Когда у тебя в регионе наместник кремлевский поощряет только ММА-спорт, то, естественно, каждый пытается получить какую-то выгоду. Любой вот пацан, представьте себе, ребенок растет, и он видит, что, значит, всего там улицы, ну или просто какой-то там известный чеченец, молодой парень, что-то там кого-то побил, и Кадыров ему дает, значит, Мерседес, дает ему квартиру. И вот этот вот молодой там растущий, ну маленький ребенок, для него это успех, которого достиг этот спортсмен. И у него нет вот такой же альтернативы, чтобы, допустим, в Инстаграме он увидел, как какой-то там математик, физик, я не знаю, айтишник, кто-то что-то там где-то выиграл, и Кадыров ему дал Мерседес и дал ему квартиру, понимаешь? И он, естественно, для него, для этого пацана, для него вот успех, он очень просто объясним. Ты успешен, если ты тренируешься хорошо, значит, где-то потом выступаешь, кого-то вырубаешь, и это успех, за это ты получаешь деньги, славу, тебя, значит, уважают, тебя любят. И, конечно, вот он стремится к этому. Чтобы это переломить, чтобы был тренд не силы, а тренд знаний, то нужно поощрять, понимаете, эти знания. Это не значит, что нужно спорт вообще как бы оставить, забыть. Нет, его тоже нужно поощрять, спортсмены тоже как бы нужны, это хорошо. Но это все нужно как бы развивать, и спорт, и науку. Но делать упор все-таки нужно на науку, не на спорт. Будущее, как бы процветание, это наука, а не спорт. Спорт это, ну, скорее так, для себя. На Кавказе наука давно исчезла, потому что некоторым это невыгодно. Поэтому выпустили эти ММА-говязь. Если бы наука была оплачиваемой, то занимались бы учителями, например, 9 тысяч зарплаты, ММА-миллионы. Смотрите, вообще эта ММА-индустрия, она ведь не только у нас популярна, она вообще в мире популярна. Поэтому, просто в чем отличается, допустим, США от Чечни? Тем, что там тоже очень популярна ММА, но параллельно с этим там очень популярны науки. Они также и поощряются, есть там фонды целые, эти университеты, институты, они имеют многомиллиардные бюджеты, понимаете? Это тоже все как бы популярно и актуально. У нас есть популярный ММА, а вот все остальное как бы непопулярно. Это не поощряется, поэтому люди к этому не стремятся. Почему Чечня должна быть многонациональной республикой, если те же другие нации, по твоим же словам, до войны относились к нам как к второстепенным и не разрешали даже говорить на чеченском, мононациональной. Как раз сегодня я общался с одним товарищем своим, и он рассказывал мне ситуацию еще до того, как у нас началась война, когда первые какие-то там российские солдаты у нас что-то появлялись, что-то там пытались сделать. Короче, были плены, несколько российских солдат было взято в плен, они были ранены, и он говорит, их значит перевязывают, медсестра с ними работает, и они, говорит, очень запуганные, руки дрожат, голос дрожит. И их, говорит, обработали, посадили, дали им чай и так далее. В общем, они успокоились, солдаты, говорит, успокоились. И ситуация, говорит, в этой казарме или в этом помещении такая, что мест мало для того, чтобы сидеть. И, говорит, сидят вот эти вот пленные, им, значит, дают чай там. Также места, которые есть, тоже заняты нашими воинами, они тоже сидят. И какая-то часть наших воинов стоит, им нет места сесть, но сидят пленные и пьют чай. И они уже спокойные, и с ними уже такой допрос как бы идет, с ними разговаривают, но не в жесткой такой форме, никто их не оскорбляет. И они уже такие успокоившиеся, спокойные, голос не дрожит, нормально они разговаривают. И в этот момент, говорит, заходит какой-то человек, тоже наш какой-то воин, заходит, он, говорит, видит эту картину и начинает как бы критиковать. Он говорит, вы что творите, типа, этим негде сесть, а вы посадили, говорит, этих пленных. Вы что, не знаете, как они относятся к нам, к нашим пленным? Вы что, не знаете, как они там их, типа, убивают, мучают, туда-сюда, говорит, сказал? И вот ему ответил один из, ну, видимо, старший, кто там был, он ему ответил, так мы поэтому с ними и воюем, чтобы не быть на них похожими, потому что мы, наши обычаи, традиции, истории, они выше этого. Поэтому мы и противимся им, поэтому мы и воюем. То есть, основа в том, чтобы не быть на них похожими. Я хочу тебе так же ответить. Мы боремся с ними, чтобы не быть такими, как они. Мы не должны запрещать на нашей территории кому-то говорить на родном языке, из-за того, что это запрещали нам. Мы поэтому с ними и боремся. Поэтому давай не будем похожими на них, давай будем брать пример с достойных, с правильных. Томсо, такой вопрос. Видел ли ты интервью Хачилаева на передаче где-то в Москве в 96-м году? Вроде хотел узнать мнение о таком человеке. Я видел, ну и все интервью я не смотрел, но там был такой очень интересный момент, я его, по-моему, даже публиковал у себя, где он про монголов, он высказывается, он говорит, ну, приводит в пример как бы монголов, говорит, ну, там, говорит, вот как в Монголии они будут. И ведущий говорит, а что в Монголии нормальная страна? Говорит, ну да, они там живут. Ну да, нормально, говорит, народ. И весь зал начинает смеяться. Субтитры сделал DimaTorzok